Приветствую вас, Суфия. Давайте разберем ваш вопрос. Начать, пожалуй, стоит с того, что таким вот лейтмотивом всего вашего рассказа является желание семьи. Давайте просто немножечко попробуем пораспределять. Вот, ну, просто вот пораспределять о каких-то моментах. Например, вы хотите семью. То, что вы хотите семью, не кажется мне чем-то плохим. Более того, мне кажется, что это абсолютно нормально, что мы хотим семью. Я не думаю, что с вами что-то не так из-за того, что вы хотите семью. Но, вопрос в том, как мне кажется, что вы не очень, может быть, понимаете, чего вы хотите в семье. То есть, что вам, чем вы нуждаетесь в семье. Мне так, по крайней мере, кажется. И вот этот момент очень важен. Что вы хотите, чтобы вы, чтобы вы не могли понять и определить, что такое для меня важное в семье. Почему я хочу семью настолько сильно, что готова ради нее терпеть какой-то негатив. Вот, например, со стороны человека, что я хочу семью настолько, что готова, как вы говорите сами, из кожи вон лезть. Лишь бы, там, быть с ним, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это же определенный нюанс. Это же определенная модель вашего, как мне кажется, поведения. И мне кажется, что вам нужно на это обратить свое внимание. То есть, мне кажется, что вы еще когда не были беременны, да, еще когда вы, ну, по факту, скажем так вот, условно, еще когда вы были свободны. Да, ага, у вас уже была некоторая модель победения, я бы сказал, довольно-таки, ну, вот если бы не сказать, что она негативная, то она уже деструктивная. Ну, вот, потому что вы, там, и на гражданских брак с человеком согласились, а это, по сути, сожительство. Ну, вот, вы и терпите какие-то вещи, которые вам кажутся неприемными, а это, соответственно, обесценивание и занижение себя на углу. Вот, вы и уходите, потом возвращаетесь, вот, то есть, как будто вы не воспринимаете, что делаете и, ну, что делаете, зачем делаете, до чего делаете, вот. То есть, вот, такое, какое-то, вот, чувство, да, что, ну, как будто, что вы, ну, не отдаете себе отсчет, а, потом, а, ого, какая у вас мотивация? Какая у вас мотивация к тому или иному, иному поведению, вот, то есть, как будто бы вы в этом себе отсчета не отдаете. А это ведь очень важно, вот. То есть, изначально вы, как мне кажется, очень сильно пытаетесь опереться на партнера, очень сильно пытаетесь опереться на того, кто рядом, вот. Пытаетесь, ну, может быть, переложить ответственность за себя на другого человека. Может быть, вам страшно, может быть, вы считаете, что, что одна вы не сможете, не справитесь и так далее. То есть, тут, опять же, это, ну, больше из, из, тут больше из серии, наверное, наверное, больше погадать. Ну, вот, эти моменты, мне кажется, достаточно сильные на вас влияют. Влияют на вас, они на то, что, вот, определяют ваше поведение, по сути, по сути. И, соответственно, соответственно, нужно разбираться, как вы в таком состоянии оказываетесь. Нужно смотреть, вот, нужно смотреть, какой вы пришли в отношения изначально, вот. Вот, а мне кажется, что изначально вы пришли в отношения уже, будучи какой-то вот, ну, скажем так, удивимый, какой-то просящий, да. Вот. Понимаете? То есть, на вас важно, важно то, что вам пообещали жениться на вас. Вот на вас пообещали жениться, и вы, ну, как бы, расстраивали, по сути. Мне кажется, мне кажется, вот так, в такой момент. Поэтому идея, вот здесь, заключается именно в повышении вашей самооценки в понимании того, чего вам хочется. Вот, вот в этом, в этой потребности семье. Вот. И, соответственно, расширение возможных вариантов поведения для достижения целей. Потому что вот вы пишете, да, например, значит, в один прекрасный день я решила от него уйти, что-то щелкнуло во мне, достали эти предъявы. Вот что щелкнуло, непонятно. Я ушла, но вернулась. Почему вернулись? Из-за чего вернулись? Ну вот. То есть вот эти вот моменты, вы как будто бы не осознаете. Как будто бы, ну вот, для вас этих моментов, как будто бы нет. Хотя это очень важно. Вот, когда человек себя не очень хорошо понимает, когда человек себя, себя самого не очень хорошо ощущает, да, через вот, то, когда это происходит, на его место, как правило, приходит другой человек уже со своими желаниями, уже со своими претензиями и так далее. То есть здесь, как никогда, подходит высказывание, что это место пусть и не бывает. Вот, к сожалению, это происходит и здесь, у вас, с вами. Поэтому там, где вы зажимаете свою энергию, там, где вы не проваляете в себе, ну, там, где вы не проваляете в себе, ну, там, где вы не проваляете в себе. А, вот. Ну, настоящее, там, где вы не проваляете в себе быть собой, там, собственно говоря, есть другой человек. с его какими-то претензиями, с его какими-то желаниями, с его каким-то видением отношений, с его какими-то мировоззрением и так далее. Вот. И нужно, конечно, понимать, что в этом мировоззрении как таковом плохого ничего нет. Ну потому что мировоззрение, это есть у каждого человека. Это нормально. Нормально. Абсолютно нормально, что у каждого человека есть плохое мировоззрение. Да, важно другое, что мировоззрение, ну ваше мировоззрение, например, да, мне это прикасается, что вашего мировозрения как будто бы нет, вашей, ну, вот, позиции, да, и как будто бы нет, понимаете, все в чем штука. И вот это, наверное, самое такое вот тяжелое, самое, ну, болезненное, самое грустное здесь и для вас и для ребенка. Мне также кажется, что в какой-то степени семья вам нужна, потому что вы боитесь остаться одна, вот, то есть вы боитесь одиночества, вот, ну, понятно, что я наверняка не знаю и понятно, что могу я ошибаться, вот, могу я быть не прав, например, вот, вполне вероятно, кстати, что я не прав, но очень часто люди хотят семью именно потому что они боятся одиночества. Вот, если у вас есть такой страх, то с ним необходимо работать, потому что вам этот страх может просто мешать, мешать быть собой, мешать быть естественным, мешать, как-то вот, ну, реализовывать свои интересы, вот, в отношениях, и мешать вам быть собой, вот, то есть вы можете думать, ну, примерно как, вы можете думать, вы можете думать, что, ну, вот я мне сейчас в колзу, да, что что-то, например, я вам отказываюсь сейчас, что мне там, грубо говоря, вот, ну, что мне, не знаю, что-то не нравится, ну, к примеру, вот, а он возьмет и, чтоб условно говорить это, не знаю, возьмет и от меня уйдет, в принципе, ну, к примеру, вот, для того, что я вот так сказал, например, например, вот, и это может вас ограничивать, за вот может вас ограничивать страх того, что, ну, вы боитесь, что вот от вас человек уйдет, это правда, он действительно может уйти, да, вот, но вопрос немножечко здесь в руку, я думаю, откуда этот страх, вот, откуда страх того, что от вас уйдет, вот, с чем связан этот страх, что от вас уйдет, был ли, к примеру, этот страх в детстве у вас, вот. То есть это, мне кажется, важные моменты, на которые нужно обратить внимание вам, да, то есть вот, ну, которые очень важно раскрыть, ну, потому что, потому что, сейчас вам это, на мой взгляд, очень сильно мешает, вот. И страх мешает, да, и какое-то вот, и так, ограничение мешает вам. То есть вариантов, ну, вариантов, правда, достаточно много здесь, вот, именно вот, ну, для того, чтобы чувствовать некоторые проблемы. Поэтому, я бы хотел, чтобы на все эти аспекты вы обратили, как бы, в своем командном понимании, вот, и решили бы, может быть, этим заняться, решили бы, может быть, на этом, как бы вот, ну, на этом сконцентрироваться, да, и, как-то вот, заострить свой взгляд на это. Не на привычные истории, что, вот, человек, да, может уйти от вас, вот, а может не уйти, а именно, вот, на себе саму. Тогда, я думаю, будет лучше. Вот, отсюда следствие идет к работе с личными границами, то есть, вот, умение, да, научение, говорить людям нет, а, ну, как бы, вот, учиться отказываться людям, да, очень важно, чтобы, вот, вы умели говорить людям нет, отказываться людям, чем близким людям и так далее. Вот, важно разграничивать ответственность, потому что, мне кажется, например, что вы берете много ответственности на себя сужой, то есть, ну, к вам будут отношения не имеющие, наверное, например, вы, ну, например, вы берете ответственность за мужчину, хоть в чем-то, вот, вам кажется, может быть, что вы делаете что-то хорошее, но, по факту, вы просто учите человека не отвечать за себя, по факту вы учите человека, как-то вот, ну, не контролировать себя, по факту вы учите это, вы учите человека такой вот модели поведения, к сожалению. И, мне кажется, что, если вам этого не хочется, если вы хотите, ну, выстраивать все-таки, такие вот более, ну, более качественные отношения, например, то имеется в смеху начать что-то менять, а, ну, менять что-то можно и нужно начинать, наверное, с себя, все-таки, именно, вот, с себя нужно это делать, они, значит, ну, они через требования к другому человеку, вот. Такой момент, э-э...такой метод я хочу-хочу вам задать Вот, ну и, а, изучите, пожалуйста, э-э, тему ээ-э, org. を смать всю боль. Я думаю, что информация самая общая вам по этому вопросу точно-тоже может, ну, помочь. Вот, и рассматривайте возможность обратиться на психотерапию к любому специалисту, который вам понравится. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи.